Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим кефтели с геркулесом. Для приготовления нам потребуется 400 грамм фарша, у меня смесь свинины с говядиной, 130 грамм геркулесовых хлопьев, хлопья могут быть любой варки, у меня 15-минутной, 45 грамм репчатого лука, 5 грамм муки, 1,5 чайной ложки соли, 1,3 чайной ложки черного молотого перца, 60 грамм томатной пасты, 80 грамм сметаны, 20% жирности, 300 миллилитров холодной воды. Приготовим заливку. В холодную воду добавляем муку и пол чайной ложки соли. Сюда же добавляем томатную пасту и сметану. Перемешиваем. Хлопья геркулеса промываем в холодной воде на 1-2 раза. За это время они впитают необходимую воду. Добавляем к ним мелкопорезанный лук, фарш, соль и перец. Все хорошо перемешиваем. При перемешивании фарша руки смачиваем в холодной воде. Это и дополнит необходимую воду и в сам фарш, и он не будет прилипать к рукам. Готовый фарш необходимо отбить, то есть берем весь фарш, подкидываем и бросаем. Это необходимо сделать 5-6 раз. Благодаря этому действию тефтели не развалятся, так как яйцо мы не добавляем. Чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и на дно выкладываем шарики. Шарики формируем влажными руками. 6-7-8 штучек, у кого сколько получится. Заливаем все заливкой. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду в мультиварке Red Solution Color Cook 88 на режиме тушения 40 минут. В других мультиварках можно готовить на режиме тушения 1 час. Прошло 40 минут. Смотрите, какие аппетитные они получились. С одной стороны, они даже слегка поджарились. Обязательно перевернем, чтобы они искупались в соусе и подаем на стол. Вот так тефтелька выглядит в разрезе. Как вы видите, практически не видно геркулесовой крупы, но при этом сами тефтельки остаются сочными, плотными и хорошо держат форму. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok